Приветствую всех ценителей коллекционных карточных игр. Пока на улице идет дождь, мы тестируем новую колоду. И как вы верно уже догадались, эта колода будет на существах с полетом. Собственно, на моем канале раньше вы могли увидеть уже аналогичное видео, в котором я использовал вот эту замечательную чарку, которая дает существам с полетом плюс один плюс один. В данном варианте я решил немножко пересобрать колоду с учетом новых карт из базового выпуска М20. В частности, вот этого замечательного орла, который бафает наших летунов на плюс один плюс один, как и чарка, то есть они становятся достаточно крепкими. Добавил сюда лиру, потому что она доставляет немало хлопот оппонентам. Ну и, конечно, вот эту замечательную карту, с помощью которой мы можем не то что вывести существо 7-7 с флэнгом и лайфлингом достаточно быстро, да, но и дать нашим существам с полетом undestructible, что очень круто. Здесь у нас есть несколько контрольных карт, в частности, такие как вот эта карточка, хорошо известный Пирс, Квенч, Абсорб в качестве теста ставил, и Синистер, Саботаж тоже в качестве теста. Думаю, даже, ну, тоже Лоял Пегас в качестве теста можно попробовать, так как у меня есть, да, одна анклономка есть. Можно добавить еще одного сейлора, который, кстати, в конце игры не бесполезен, потому что позволяет дробить нам карты. Может быть, скинуть один Синистер или Абсорб, Абсорб хорош, он еще генит нам жизнь, позволяет немножко пожить, да, сплав. Либо убрать вот эту карту, ну, тоже хочу ее потестить. Вот эти фейки тоже неплохие. Порог бы докинуть, чтобы быстрее крутить колоду. Да, давайте оставим как есть, да, не будем пока ничего не менять, и не так уж много я и сыграл, и вполне вероятно, что я буду еще ее очень-очень сильно править. Я не знаю, как она сейчас отыграет, я сыграл буквально тройку игр, и там результат, по-моему, две победы, одно поражение. Вот. Можно вот эту скинуть, но он иногда неплохо замедляет темп. Всяким гадким существам, плюс может вовремя тормознуть существа, атакующих у оппонента. Ну, Ралли Винкс вообще обалденная вещь, я ее заценил в существах на полетах. Порой их раскачивает очень сильно, и берет нам, дает нашим существам не настоящие хиты. Может парочку дейвдаунов добавить, чтобы защищать наших существ. От всяких шоков. Давайте-ка, да. Я сейчас подумал. Давайте мы заменим. Пока, опять же, поскольку мы тестируем, как мы узнаем, подойдет это или нет, если мы не сделаем тест, эксперимент. И па-па-пам, 17 разбросить. Я вот хочу это оставить, дайте я сброшу 11,70, и добавлю сюда... О, боже. Я просто не очень мало спал, поэтому могу тормозить. Давайте сыграем таким вариантом. Сыграем пару игр, потому что, честно, я уже сегодня за день замотался. Могу подтупливать. Вот, ну, состав колоды, как обычно, сброшу. Но сразу скажу, и это я уже говорил в данном видео, что состав колоды не оптимальный. То есть он будет перерабатываться, тестироваться и так далее, и так далее, и так далее. Собственно, как элементария. Опять же, примеры игры, которыми вы можете найти меня на канале. Так, что мы здесь имеем? Оппонент ходит первыми, и у нас одна земля. Просто замечательно. Мне очень нравятся такие сдачи рук. Конечно, мы будем муликанить. Потому что играть этим невозможно. Да, мы их, наверное, и сбросим. Опять же, если выбирать все это, мне хочется сбросить именно вот эту карту. Потому что Дейвз будет защищать морячка. Это контра, это поможет нам прокачаться. Опять же, дать дополнительную защиту морячку. Давайте так, что, как кажется, сбросим. Ну, он может играть каким-нибудь моноблэком. Забросить нам в лицо. Тут вопрос, опять же. Можем сейчас вывести пегаса, чтобы он долго не думал. Вообще нет. Опасно, конечно, если он сейчас будет держать на руках квинч и... А, нет. У меня, наверное, такая же дэкси будет. Он царит на наше существо. Нам не идут земли, это плохо. Ох... Ох... Так, опять же. Так, если бы он был в лагере. Погнал, типа. Так, если бы он не был в жарке, то он не стал спешить. Ох... 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 Так. Так, подникуем теперь мы же обадим. Так, как снизу. Продолжение следует... 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 Нам опять идёт всё абсолютно, что нам не нужно. Опять мы играем против монореда. И на первый ход получаем в лицо. Понятное дело, что я ничего тебе не сделаю. Но моноред почти вот с таким, особенно как бы, вариантом. Почти гарантированный слив. У нас нет существ, нам сейчас придёт третий какой-нибудь ралли в Винкс, правильно? Ну вот, там пришёл дейв даун, когда нам не нужен абсолютно. У нас просто тупо нет существ. Мы можем поконтрить ещё один спелл. Опять же, если он выведет фанатика, мы не будем контрить существо за одну ману. Вот контрить что-нибудь вкусное, по типу чандры. Это пожалуйста. Господи, у нас в колоде просто куча существ, куча существ. Почему столько ходов, мне не идёт ничего, связанного, не существовало. Ну с чем? Сейчас он выведет, ударит, выведет light up on the stage, надрогает вся куча картишек. Хотя, в принципе, он может даже и сейчас не юзать, если у него есть на руках шоки, всякие лайтинги и так далее. А, не, ну как я и говорил. Следующий ход он разыгрывает ещё и варбосса. Мне сейчас опять не приходят никакие существа. О, неожиданно. Ну, опять же, она может быть убита лава койлом. Кстати, здесь мы можем, очень интересно, повязать ралли отзывинкс. Понятно, что мы будем её облачить. Можно вывести. Сирену, если он не захочет её убивать. Следующий ход. В любом случае, можно и заблочить варбосса. Ну тогда, не факт, что он не пойдёт. Гоблина он создаст. Давайте мы его обманем. У нас сейчас появился отличный вариант убить варбосса. Сколько троечек? Давай троечек. Не говори, что у тебя их три на руке. Хочу больше. Еще немного потеря. Сrezену. вот здесь сейчас надо очень аккуратно сделать все сделаем правильно давайте посчитаем у меня как выяснилось на руке 3 визоры слайдинга просто замечательно никогда такого не было и вот опять остается одна жизнь и вообще-то если у нее есть хоть что-то в лицо отъезжаем понятно три визоры слайдинга на руках иметь это это великолепно хотя в принципе если у него не было мы могли бы даже очень даже пожить очень тяжелая рука до которой мы скорее всего не доживем наш еще оппонент ходит первым конечно что-то но очень тяжелая рука и не факт что мы надрогаем столько маленьких существ самая лучшая рука это нет нет сыграем нет 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 Так. Продолжение следует. 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 но мне нет ни артефакта не существ чувак я вообще нищий играю без существ я не буду блогать стоп нет я могу вылупить в общем-то земель которая мне нужна конечно гудгейм я даже не спорю чувак вообще гудгейм спать хочется наверно еще одну-две партии хорош так мы ходим первым неужели ну давайте так сыграем скорее всего если а там похоже да нечто то есть и и Теперь можно будет темп играем. Продолжение следует... 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 Чего-то эта карта у меня, честно говоря, пока ни разу не собирала. Продолжение следует... 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 Так, здесь мы хоть как-то выправили ситуацию... И давайте купим еще один пак... Чего-то какая-то ерунда идет... О, зато арф прикольный... Сэб Макином... Продолжение следует... Ну вот, собственно, сыграли колодой... По результату... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, тогда кастить ее... Ну, тогда кастить ее надо будет только за... Существа с полетом... Вообще, надо подумать... Может быть, переделаем... Да, попробуем сделать в следующий раз такой вариант... Ну, а на сегодня все... До новых встреч... Колодой, как обычно, будет в описании... Если понравилось видео... Не забудьте подписаться на канал... Ну, а на сегодня все... Пока... Субтитры сделал DimaTorzok